Карифей против дебютанта На этот раз несчастливой для гостей стало 13-й минута встречи. Волга на право хозяина поля, фаворита поединка, сразу же захватила инициативу и провела образцовую атаку. Мяч отправили на левый фланг капитану команды Эльдару Бекчентаеву. Последовало точнейше по штрафную, откуда Георгий Заикин беспрепятственно пробил в ближний угловорот. А вскоре уже сам Бекчентаев вышел один на один с голкипером Анжи и удвоил преимущество Волги. Оно могло увеличиться в конце матча, когда Заикин после вывеленного паса одного из братьев Рахмановых заработал пенальти. Однако пробиться 11-метровой отметки молодому форварду не позволили. Я не штатный пенальти, пока молодой, думаю, постарше буду. Но так я уже забил просто, хотел дать шанс партнерам тоже почувствовать голевой вкус. Этим шансом партнеры Заикина не воспользовались. Константин Павлов, который подписал контракт с Волгой буквально накануне матча, пробил бесхитростно. Галкипер Анжи прыгнул в угловорот не только эффектно, но и эффективно. В итоге обошлось без разгрома. 2-0 в пользу Волги. Второй там какой-то скомканный. Не скажу, что у соперника было очень много моментов, но просто какое-то очень многое количество брака. Брак – это бегать назад. И очень много бегали. После своих же ошибок приходилось возвращаться назад. Вот это, конечно, пока настораживает. Но начало сезона будем стараться от игры к игре чуть прибавлять. Победив Анжи-юниор, Волга вышла в одну 128-ю финал Кубка России. Ее следующим соперником будет КамАЗ из Набережных Челнов, который переиграл нефтехимик из Нижнекамска. 1-0. Матч состоится 23 июля. Принимающую сторону определят жребием. Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды.